Так, напоминаю, где у нас находится Graph Editor, Animation Editor и Graph Editor. Благодаря Graph Editor можно редактировать плавность анимации. Time Slider? Да. Time Slider, если, например, у вас он куда-то делся или потерялся, ну, например, что-то с ним случилось, да, можно перейти в Maya Classic, либо в Animation. Он там тоже где-то в Windows есть, по-моему, включается. Да, если такое не помогает, он включается через UI Elements, и вот он называется Time Slider. Можно галочку отключить, можно включить. Да, у меня Maya 2018. Ну, в любом случае, вы можете просто вбить в Google, например, Shelf Editor и Time Slider. И Maya Ask, например, может показать, где находится, в какой версии, ну, вот данное окно. Получается, на прошлом уроке мы начали рассматривать, что же такое анимация. То, что есть 12 принципов анимации, которые можно задействовать для того, чтобы ваша анимация выглядела либо мультяшно, либо очень плавно. То есть, получается, каждый принцип анимации добавляет, ну, какого-то эффекта для вашей анимации. Теперь мы можем приступить к созданию циклов анимации. Например, мы можем начать с цикла ходьбы. Для того, чтобы создать цикл ходьбы, мы будем работать с вот этими двумя контроллерами, ну, соответственно, на этой же ноге также. С этим и дальше по возможности добавлять дополнительные детали, то есть взмахи руками, головой и грудью. Ну, то есть сначала нужно будет сфотокусироваться только на основных контроллерах, которые отвечают, ну, за перемещение наших ног. Мы будем создавать цикл анимации, поэтому персонаж у нас не будет перемещаться по поверхности сцены. Потому что, например, мы сейчас разрабатываем игрового персонажа, и ходить ему, в принципе, ходьбу, перемещение можно задать программно в Unity. То есть так и разрабатывается. А сейчас персонажу нужно сделать всего лишь зацикленный цикл анимации, ходьбы. Что означает зацикленный? Это означает, что первый кадр и последний кадр должны быть абсолютно идентичными. Может быть, небольшое количество кадров. Ну, например, всего лишь 25, то есть одна секунда. И также может быть чуть больше, может быть очень длинное, ну, в зависимости от того, какой у вас сюжет. Ну, для анимации простой ходьбы достаточно 25 кадров. Также нам понадобятся референсы для анимации ходьбы. То есть всю ходьбу можно разделить на основные позы. Ну, например, можем взять вот эту картинку. То есть весь цикл ходьбы делится на 9 ключевых поз. То есть проставив нашего персонажа в определенные позы, ну, соответственно, на вот эти вот кадры, мы получим простой цикл ходьбы. И дальше, на основе вот этого простого цикла ходьбы, можно добавлять всякие покачивания телом, то есть или наоборот плавность, или наоборот резкость, в зависимости от того, какой характер вашего персонажа. Ну, например, вот здесь вот более такая походка. Вот здесь он как будто бы падает. Ну, то есть все зависит от типажа персонажа. Ну, и мы сейчас будем работать по вот этому референсу. Потому что здесь, ну, как бы максимально наглядно показаны, какие положения рук и ног на определенном кадре. Например, все начинается с того, как мы поставили нашего персонажа. Сейчас еще вот этот референс открою. То есть это среднее его состояние называется медианта. Потом он идет вниз, он идет вверх, еще выше и опять на медианту. И делает то же самое другой ногой. Соответственно, у него здесь сейчас 5 поз, и вот здесь в общей сложности 9. То есть он идет вниз, вверх и выше. Также эта поза еще называется контакт. Здесь мы полностью встаем на правую ногу. Здесь мы полностью встаем на левую ногу. Вот эта поза повторяет вот эту позу, но уже с другой ноги. Точнее, серединная вот эта. Потом мы идем в пуш. То есть это переводим вес на левую ногу. Потом полностью на нее встаем. И в это время переносим плавно правую ногу. До того момента, пока мы не имеем полный контакт обоими ногами. То есть все это время у вас персонаж, он не находится в воздухе. Он хоть чем-то, но касается земли. Здесь, например, носком и пяткой, здесь целой ногой. Носком и пяткой, и опять целой ногой. Сейчас у меня персонаж слишком широко, получается, поставлены у него ноги. Так, это не тот. Продолжение следует... Да, вот этот тот файл. Так, сейчас проверю. Да, все работает. Теперь мне, в принципе, channel box не особо... Ой, точнее, outliner не особо нужен. Его можно чуть-чуть подвинуть. Во время анимации мне, в принципе, нужен только time slider и channel box. Так, вроде бы все. Выставляем 25 кадров. Максимум сами тоже, но кадров 30. Выставляем анимацию 24 кадра в секунду. И так... В принципе, все, поехали. Поставим его в положение стоя. Создаем ключи на те контроллеры, которые мы будем анимировать. У меня сейчас включен автокей. Автокей означает, что при любом изменении у меня автоматически создается ключ на таймлайне. Смотрим на наш референс. То есть правая нога впереди, левая нога сзади. Здесь мы касаемся только носком, здесь пяткой. В принципе, можно взять сайт-вью. Так, не совсем удачный сайт-вью. Вот. правая нога впереди левая сзади здесь мы касаемся носком здесь мы касаемся пяткой так для этого мне нужно будет еще чуть-чуть опустить персонажа не сильно и вот здесь я поднимаю носок а так в принципе я зря перенесла кадры на 4 мне нужно подвинуть это на 1 а а 2 так это задняя левая нога и сейчас возьмем правую ногу немного опустим здесь коснемся только носком здесь мы коснемся только пяткой а также стараемся выравнивать наши ноги относительно вот этой прямой то есть для наглядности можно поставить play но можно использовать систему координат то есть наш грит так чуть-чуть приподнимем нашего персонажа наверх чтобы она стояла сверимся с референсом принципе можно его чуть-чуть даже приподнять то есть это первое положение нашего нашей ходьбы так будет намного лучше видно дальше мы опять эту же анимацию можем скопировать и поставить на 25 кадр то есть она абсолютно идентичную и на 13 кадр на 13 кадре нам нужно будет поменять направление ног то есть наоборот правая нога будет сзади а левая нога впереди для этого я сейчас выделю все контроллеры которые были задействованы также я поставила keyframe на вот этот контроллер на вот этот на этот на этот и на на всякий случай можно опять нажать с и мы выдели все контроллеры копируем данную анимацию и вставляем на 25 кадр руки а мы руки потом добавим то есть сначала сделаем основную анимацию нашей ходьбы проверим как она по времени то есть мы работаем сначала с минимальным количеством контроллеров и то есть делаем сначала основном основные позы а потом уже начинаем дорабатывать добавлять плавности и другие эффекты теперь на 13 кадр мы копируем ту же самую анимацию вставляем ее сюда и уже находясь на 13 кадр я меняю положение ног правую ногу назад левую ногу вперед так здесь мы только носочком касаемся стараемся ну приблизительно одинаково сделать как мы делали для левой ноги также сделать и для правой ноги ну примерно это выглядит вот так шаг одинаковой ширины приблизительно возможно здесь у меня левая нога чуть-чуть вперед ушла можно чуть-чуть назад и опять пробую вот что означает анимационный цикл то есть в принципе у нас выставив только две позы мы уже получили как бы основную скорость анимации ходьбы то есть если он ходит быстрее то нужно меньше кадров делать если он ходит медленнее то между ними может потом растянуть расстояние она будет как бы перешагивать медленнее в принципе пока 25 кадров достаточно и теперь мы будем прорабатывать позы которые находятся посередине мы можем начать вот с четвертого кадра потом седьмой и десятый дальше шестнадцатый девятый и двадцатый кадр будет на четвертом кадре то есть получается у нас движение идет мы эту ногу прям ставим и переносим вес немного вперед так получается мы ставим данную ногу проверяем ровно ли у нас вес немного сгибаем и подаем вперед совсем немного если сильно ее опускать то получится что она как будто бы будет очень тяжело на полусогнутых ногах ходить здесь тоже должен быть баланс опуститься но не сильно на тринадцатом кадре он немножко смешает все нормально наоборот это помогает то есть получается из-за того что мы поставили 13 кадр у нас уже часть анимации почти готова нужно всего лишь поправлять да вот на четвертом кадре мы ногу чуть-чуть назад далее так здесь у нас идет уже кадр седьмой нога стоит ровно вот это а я не использую rotation я то есть использую все время move то есть я не поворачиваю ногу так на седьмом вот эту ногу мы переносим вперед сгибая и тело у нас немного выше то есть должна нога почти выпрямиться но не сильно и эту ногу мы сгибая начинаем переносить вперед пятку на все верно можно его вытянуть носок и ногу наверное счет чуть больше приподнять дальше у нас идет десятый кадр на десятом кадре у нас полностью на стоит нога и она выпрямлена и тело в максимальной точке по высоте то есть получается я сейчас немного опущу этот контроллер подниму то есть одну ногу мы сделали вторую ногу мы еще не сделали на кого-то выхромает теперь проделаем то же самое только уже для другой ноги получается левую ногу мы выносим вперед слишком сильно опускаем нашего персонажа немного то есть Дальше у нас идет 16 кадр, есть 19 кадр. Нога у нас стоит, не сильно выпрямлена, передняя нога уходит чуть-чуть вперед. Кстати, будьте внимательны в Side View, чтобы выбирать нужный контроллер и не путать ноги. Так, здесь мы его немного приподнимаем, но еще не сильно. 19 и 7 кадр у нас в принципе одинаковые и можно посмотреть, чтобы 7 кадр, коленка была на одном уровне и 19 кадр тоже примерно на одном уровне. Дальше переходим к 22 кадру. Здесь мы полностью выпрямляем ногу и проносим вперед другую ногу. Другую ногу мы проносим вперед. Можно немного припустить. Эта нога у нас полностью стоит на месте. И персонаж почти выпрямил колени. То есть 22 соответствует четвертому кадру. Нет, десятому кадру. И теперь можно посмотреть всю анимацию. Так, я заметила то, что у меня вот этот носок слишком сильный. Сильно притопывает. Прям шлепает. Вот этот более плавно, а этот у меня скачет. Поэтому можно его проверить. Ну вот уже не так сильно. Сильно притопывает. Сильно притопывает. Сильно притопывает. Сильно притопывает. Сильно притопывает. в принципе все можно поправить сейчас в графа эдитаре чтобы кадры закрыть чтобы кадры были более плавные можно в принципе через графа эдитар подгонять чтобы они примерно одно расстояние шли да например вот чтобы такого скачка не было можно просто их чуть-чуть выпрямить главное не смещать влево-вправо просто вверх и вниз можно если например выравнивать линию я затяну за среднюю кнопку мыши двигаю я за левую то есть здесь я могу немного выше и поднять чтобы не было ступенек надо смотреть а Продолжение следует... 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 И копируем тот же кадр сюда. Более плавный переход между сдвигом и не за одну позу. Здесь у нас вот так. Вот здесь можно добавить промежуточный. Спасибо. 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 Здесь у меня слишком близко нога. Мне кажется не должно быть одинаково. как вы помните у нас должны быть все время первый и последний кадр одинаковый. поэтому если я изменила первый кадр нужно вносить изменения и в последний. в последний кадр. Большой замок. на четвертом и седьмом. на четвертом. на четвертом. на четвертом. очень важный кадр. в confinedорах. сейчас мы добавим движение таза. То есть она у нас немного как робот. Еще движение груди можно добавить, то есть плечами, и, соответственно, руки. Руки мы добавим уже в последнюю очередь, потому что они пойдут уже за плечами. Так, на всякий случай сохраняемся. Кстати, позу лучше хранить в одном файле, walkcycle, animation в другом файле, и idle можно тоже в другом файле хранить. Ну, в принципе, можно и также разбить анимацию на разных таймлайнах. В смысле, на разных кадрах, то есть walkcycle с 1 по 25 кадр, а, например, idle идет уже с сотого по какой-то там. Все в одном файле. Да, все в одном файле. То есть есть два вида. Так, сохранились, теперь продолжаем. То есть теперь подумаем, как вес распределяется у человека, когда он наступает на ногу. То есть если он наступает на ногу, соответственно, таз идет в эту сторону. Сейчас мы идем на правую ногу. Поворачиваем немного таз. В всякий случай делаем S. То есть это создает на все ключи. На четвертом кадре мы чуть-чуть поворачиваем. Здесь у нас он выпрямляется. Дальше, когда мы делаем шаг на шестнадцатом кадре, мы наоборот поворачиваем. Ну, не так сильно, не сильно, совсем не сильно. Рассчитываем. Смотрите. А, так здесь, кстати, когда мы добавляем новый контроллер, мы обязательно на первом, на последнем кадре делаем Ctrl-S. Ну, или хотя бы точно на первом. Так, здесь мы чуть-чуть поднимем. Руки идут всегда как бы в противовес ногам. То есть, если идет впереди правая нога, то значит левая нога чуть-чуть подается вперед. И желательно, если, например, у нас ключевые кадры 4, 7 и 11, для всех остальных контроллеров тоже придерживаться основных ключевых поз. Так, здесь впереди левая нога, значит мы разворачиваем другую руку. На 13-м у нас положение такое же, как на первом и на последнем кадре. Так, на 16-м у нас впереди левая нога, значит впереди правая рука. Продолжение следует... Продолжение следует... Подолжение следует... Она слишком дергает, поэтому можно некоторые кадры удалить. Спасибо. Так, впереди у нас... Спасибо. в принципе к этому можно еще вернуться давайте опускать руки будьте здоровы Добавил субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И сейчас добавим махи руками... Для этого мы будем использовать вот эти два контроллера... Ставим клавишу S... Когда у нас впереди правая нога, левая рука сзади... Ну, то есть здесь тоже можно смотреть на референс... В принципе, здесь они почти по центру... Столько слегка... Отведена назад... И слегка отведена вперед... А, наоборот... Слегка отведена вперед... И слегка отведена назад... Копируем эти кадры... Ставим их на 25... Нажимаем S... Копируем... Самый сильный мах у нас идет на четвертом кадре... Можно еще их слегка завести назад... И сюда слегка завести вперед... Обычно девушки они вот так вот... Ну... Особенно когда дефилируют... Они закидывают трубки... Усиленным действием... Так, на седьмом кадре у нас... Почти то же самое... И на десятом они меняются... То есть мы сейчас скопируем вот этот кадр... Поставим его на 13-й... Одной руки и второй руки... Только поменяем их местами... Слегка вперед... Это слегка назад... Так, теперь нам то же самое нужно сделать на 22-м кадре... Здесь у нас наоборот... Очень сильно идет рука вперед... Слегка вперед... А это назад... Так, смотрим всю анимацию... Можно даже отключить отображение контроллеров... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, с руками у нас идет вот здесь, получается, немного передергивание. Продолжение следует... А вот здесь у нас идет перекликание рук. Вперед, левая назад, левая вперед, и она опять назад. То есть вперед я чуть-чуть должна подвинуть. Продолжение следует... Продолжение следует... А, вот это юбка? Можно, по идее, добавить это энклосс, но энклосс в юнити не переносится, поэтому можно ее отдельно отрегить. Добавить эти риггинг... Ну, например, можете загуглить, как делают риггинг плаща. По-моему, там у него 4 или 5 вот этих вот циклов. Так... Ну, где-то я помню, видела. Если что, я вам скину потом. По-моему, отдельно каждый вот этот кусочек добавляется. По-моему, вверх. Вперед... Так. ... ... ... ... ... ... ... Все равно вот эта рука, она что-то ее колбасит. Она прямо в самом начале, помню, да? Да. А что там с этим? Вперед? Да. С графиком. Не знаю. Сейчас. Что значит? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Вот эти, по-моему, не совпадают. Хотя они совпадают вроде бы. А, я могу поставить вот сюда прямолинейную и вот сюда прямолинейную. Тогда они должны, вроде бы, совпасть. Сейчас посмотрим. Мы делали левую руку. Но всё равно есть какой-то скачок. Вот у нас слайд по АПЗ. 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 Хвосты так подогнать, чтобы они плавно соприкасались. Поэтому я сделала их такими точечными. Прямолинейную. Прямолинейную. Ай блин. Я всё равно. И так она идёт вперёд. Она идёт назад. Она опять должна идти вперёд. После этого назад и опять вперёд. АПЗ. 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 Мах, потом они восстанавливаются, еще убегать, потом еще здесь, 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 здесь. Ну, 16-м надо, получается, должно быть больше на запаспорт, да? да? Угу. Надо строить набор больше вперёд, и назад. Вот так. Если 22-й, то надо и 10-й добавить. Угу. 13-й, это уже середина, да? Да, середина, 10-й надо ещё добавить. На 10-й она идёт назад. Наверное, наоборот она идёт вперёд. Здесь назад. Вот здесь вот графики, как раз. Не смешно. Да, мы там делаем грязь. Понимаешь? Белая позиция. А, позиция, как раз, хорошо. Спасибо. Графика отвечает за позиции. Верховная комната. Да, это... Не, я потом уже... Не, я уже... В 20-й. В 20-й. В 20-й. Сейчас попробуем отследить этот момент. Ну вот она. Нижний. Нижний. В обратную сторону выгнуть. Иначе все-таки дело было в тринадцатом кадре. Можно поставить двенадцать кадров в секунду, например. А, тринадцатый кадр у нас должен быть инвертированный первый. Ну, да. Масс. Она есть. В принципе. И она не может. Ну, слишком большая маклитуда, кажется. Опустим их на одном уровне. А, еще проверим сейчас другие. И. 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 По сути, если мы сейчас где-нибудь посередине добавим более сильное движение то должно быть плавно 7 и 12 кадр давайте попробуем это назад, это вперед 13 кадр должен быть сильнее и должен быть туда тогда идти 13 кадр 13 кадр 15 кадр 15 кадр 15 кадр Так, это впереди, это сзади. Ещё лучше делать сюда S, если там кто-то. Спасибо. 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 И где-то посередине она будет их немного сжимать. Вы. Лучше по отдельности. Спасибо. 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 И здесь опять. И здесь опять чуть-чуть сжимать. Спасибо. И все равно у меня руки немного широко расставлены. Можно, наверное, чуть-чуть согнуть ей плену. она как ковбой да поэтому вращение плечами у нас задействовано таким образом через ротейты и если я сейчас уберу отсюда ключи в принципе все должно пойти нормально хотя нет лучше не делать то попробуем сначала на первом кадре все-таки лучше сделать кейфрейм и скопировать эти кадры опять поставить на последний можно поставить еще на эти она на 13 кадр лучше не ставить потому что у нас айкеа хэндлы они тоже влияют на плечи то есть мы анимировали это контроллер который также влияет на плечо можно будет сейчас вручную чуть-чуть опустите а а Там можно до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Можно еще также добавить анимацию головы в раскачивании. Когда она идет вниз, то есть можно голову приподнять. ДimaTorzok Не может смотреть налево. ДimaTorzok Анимации в каком формате сохраняются? Анимации переносятся в формат Unity через FBX, но нужно будет запечь кадры. Допустим, у нас сейчас готова анимация, у нас есть скелет, контроллера Unity не видит. И поэтому все, что связано с анимацией, нужно будет запечь в наши эти скелеты. Так, кстати, кто-то нашел, как все раскрывать. Потому что это контролл, правая кнопка мыши на... Самое главное парам, как уман. Или нет? Ладно, без партийных исходов. Да, можно посмотреть эти горячие планеты. Ты где-то видишь в интернете нашел. И попробовать... Сейчас сохранимся. Шелдеры, конечно. А, да, вот здесь еще. В общем, выделить всю группу. И... Так как у нас анимация готова, в принципе, можно сделать... Так... Edit, Case и Bake Simulation. У нас убрано 25 кадров. И мы делаем Bake. И вот на каждый, получается, контроллер они записали действие. А, на каждый кадр, по-моему? На каждый кадр, да. И теперь мы можем просто выделить группу Face и сам скелет без контроллеров. И сделать Export. Export. Export Selection. И здесь выбрать формат FBX. Здесь проверить... А, а у нас не должно быть как бы всего 25, а не 30 кадров? Здесь без разницы. А, вот, обязательно должна быть галочка Animation. Скин. То есть, чтобы скин-кластеры перенеслись. Ну, можно вот это. Constraints. И Export Selection. У меня сейчас пока Unity не установлено, поэтому мы просто откроем новую сцену и проверим, перенеслась туда анимация. Продолжение следует... Спасибо. Так, теперь делаем файл, импорт и тот файл, который мы экспортнули. Ну, его, кажется, да, на рабочем столе, Charter. Классик. А, так, текстура. Текстуру можно переназначить. И вот теперь включаем. Анимация есть, контроллеров нет, есть только rigging. Можно сделать shading x-ray joints. Тут почему-то не видно. Ну, скорее всего, из-за того, что мы использовали Human IK. И в таком же формате можно закидывать в Sketchfab, например. То есть FBX и туда переносится анимация. И текстура, да. В принципе, на сегодня все. Я надеюсь, что мы используем в текстуре. Продолжение следует...